Ой, здравствуйте, люди добрые! До гостей-то сколько собралось! Сохранить и объединить культурные традиции – такова цель сборника «Сказки нашей страны». Он включил в себя произведения почти двух десятков народов, проживающих на территории нашего региона. Думали долго, как нам все это сделать, какие сказочки выбрать, потому что литовские сказки мы любим и знаем, поэтому работа была сделана неплохая. Сказка, забегая вперед, называется «Юратия и Каститис». Это два имени. Юратия – это женское имя, Каститис – это мужское имя. Это сказка о любви русалки и рыбака. Каждая сказка в сборнике интерактивна. Можно послушать ее на национальном языке, достаточно перейти по QR-коду. Озвучивали сказки представители краевых национальных организаций. Кроме того, книга содержит справки о проживающих в крае народностях. Это результат нашей командной работы. Это не моя книга. Я являюсь на больших менеджерах проекта. Вы сами видели, сколько мы общались, сколько мы переписывались. Мы считаем, что у книги огромный воспитательный потенциал. Ее можно использовать и на уроках литературы, чтения, рисования, ИЗО. Также можно создавать школьные спектакли, озвучивать эти спектакли. Поэтому думаем, что книга будет жить в школах, поскольку мы мечтаем ее направить в каждую школьную библиотеку. Она имеется в электронном виде, ее получит каждый учитель, каждый родитель. Тираж книги – 400 экземпляров. Подчеркнем, это событие завершило цикл мероприятий, посвященных Году культуры, наследия народов России и празднования 85-летия региона. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.